Друзья, всем доброе утречко, с вами, как всегда, я. У нас начинается новый день, вот так вот. Короче, сегодня у нас, скажем так, последний день прощальный, потому что завтра утром, рано утром, мама уезжает. Так вот, поэтому сегодня вот так вот день проведем вместе, а вечером она уже попрощается с детьми, потому что, когда они проснутся, она уже улетит. Вот, сегодня мы пришли на соленое озеро, смотреть на фламинго. Вообще, сегодня будем гулять по городу. Иногда везет, они подходят близко-близко, но сейчас они от нас далеко-далеко, не хотят они к нам подходить. Сегодня прям активно убирается город, вообще, ну, не знаю, человек сто, наверное, вдоль дороги вот так вот ходят. Одни подстригают кусты, другие вымывают водой, короче, всю грязь с тротуара. Потом ездит отдельная машина, которая чистит дороги. Сегодня погодка просто суперская, прям настолько тепло. Короче, я думал, будет холодно в декабре здесь, а здесь прям очень жарко. Я сейчас вообще, знаете, в шортах. В шортах и в кроссовках. Единственное, вот в теньке надо кофточку одевать, а если на солнце, то можно вообще футболку снимать, можно лежать, загорать. В принципе, так многие делают. Многие даже на великах катаются, без футболов, чисто в шортах. Вот, поэтому погода вообще суперская. Мы зашли с кусты, так скажем. Короче, мы обошли озеро и сейчас подойдем к фламинго с другой стороны, чтобы увидеть их близко-близко. Вышли мы с другого конца озера. Я здесь никогда даже не был в этом месте. То есть обычно как бы мы возле дороги гуляли, вот. А с этого ракурса можно посмотреть на фламинго немножко поближе. Но они все равно все куда-то ушли, скажем так, в глубь озера, поэтому прям рядышком их сейчас не посмотришь. А вообще это такая большая парковая зона, смотришь, люди тут ходят с собаками, бегают, прыгают, занимаются спортом. Город этот славится, конечно, вот этой вот скалой. Я уже не один раз на нее поднимался. Говорил Никите, говорю, давайте сегодня подниметесь. А они что-то не захотели. Вот, ну не знаю, может другой день поднимутся. Ну, мама уже точно не успеет подняться. Кто-то просто гуляет вдоль моря. Видите, там на досках катаются. Люди только что купались, уже вышли из моря. Вообще побережье смотришь, оно, вот эта вот именно часть, она очень популярная. Сюда съезжается прям, и, во-первых, вся Европа, и постсоветская пространство сюда приезжает. На зимовку. Вот многие тут купили квартиры и просто на зиму приезжают, сюда живут. Побережье здесь, все, скажем так, в высотках. Ну, это буквально первая линия вот так застроена. Там еще есть выше дома сзади, а дальше, смотришь, это огромное количество вилл. Вот эти все скалы, вот эти горы и там дальше, получается, это все застроено вилами. Ребята из Африки здесь продают обувь, одежду, сумочки. Ну, все, что хочешь. Они так вот раскладывают. Ну, вот если в больших городах, там, в Барселоне видел, они, эти тряпки, к ним приделаны веревки, чтобы, если вдруг едет полиция, они бы убегают. Ну, они сразу это все хватают, убегают. А то здесь они, как бы, все раскладывают свободно. Никто их тут, наверное, не гоняет. В сумочке Луи Виттон, Дольчика Банна, Армани. Все, что хочешь. Спасибо. Спасибо. Очень много людей сидят сейчас в барчиках. Коктейль-бар. Сидят, пьют коктейли, смотрят на море и загорают, кстати, вот так вот за столиками. Сегодня у нас утро начинается вообще с такого, скажем так, релакса, с прогулки возле моря. В самый холодный месяц вроде говорят февраль, но уже, в принципе, было холодно, потом жарко, потом холодно. Иногда так, знаете, временные похолодания есть, когда нужно одевать там, не знаю, что-то потеплее. В шортах уже не походишь. Ну, сейчас я смотрю, бра, вообще настолько тепло. Сегодня скала прям очень, скажем так, красивая, потому что иногда по низу проходят облачка, но сейчас вот еле видно, иногда они прям такие, прям сильные. Иногда вот вниз не видно, а видно верхушку, оно то есть, то нету. Короче, классно. Ну, а вот твои какие впечатления вот про вот побережье Испании? Ребята, во-первых, на побережье Испании живет моя семья. Это первое, куда я ехал, это к Синькину. Сираю на том, где бы они ездили. Да, то есть ты ехал, а ты же даже особо не знала, куда ты едешь. Я вообще ничего не ждала. У меня Испания ассоциировалась это с Парселоной. Больше я как бы особо не знала. Знала, да, тут у меня ездили. И второе, что хочу сказать, спасибо большое, что мы здесь побывали и посмотрели очень много. Есть свои плюсы, минусы. Есть очень хороший пляж, очень интересный. Есть, конечно, так себе. Очень мне понравилось, что сейчас отдыхают более старшие люди старшего возраста. Сейчас очень комфортно, сейчас декабрь месяц. И много собак, много, то есть, любовь к животным. Вообще интересная страна. Каждая страна по-своему интересна. В общем, маме есть с чем сравнивать. Она посетила огромное количество стран. Не знаю, там, перечислять. Начиная там Таиланд. Очень много объездили. Мы вот тоже ездили несколько раз вместе. И были такие поездки и без моря, и с морем. Индия. Где вы еще были? Вьетнам. Короче, много-много стран. Сложнее сказать, где мы не были. Ну, в Испании я первый раз. Да. Короче, да. Мама ездила больше, чем я. Я, если честно сказать, вообще не люблю сравнивать страны. Вот говорят, где самое лучшее место, где бы ты жил. Я вот, честно сказать, тоже не люблю сравнивать. Везде хорошо. Везде есть свои плюсы. Везде есть свои минусы. Но, конечно, в первую очередь нужно, знаете, ездить и самому смотреть. Вот. Вот ты приезжаешь в место, и вот что ты чувствуешь? Твое, ну, не твое место. Нравится тебе, не нравится? Ну, не обязательно в нем жить. Просто иногда можно сюда приезжать, если понравилось. Ну, в какое-то место имею в виду. Мне вообще, ну, мне, короче, все нравится. Так я тебе скажу. Я был в Индии. Там хоть было грязно. То есть, ну, да, я бы там не жил, наверное, но там прикольно было. Мне тоже впечатления про Индию очень-таки яркие стали. Я не брезговал брать на рынке еду с этих грязных рук. Короче, все пробовал, мне все было интересно. Вот так вот. Поэтому, короче, везде хорошо. Самые интересные поездки были еще тогда, когда я не снимал видосы. Вот просто, знаете, я помню, особенно, когда мы ездили на север Таиланда, у всех, я не помню, уже, по-моему, там выходил пятый айфон или шестой айфон. А у меня, знаете, я тогда себе купил кнопочный телефон. Мне, короче, это все не нужно тогда было. Я помню, я этот телефон тогда выключил. Я не покупал, по-моему, даже тогда местную симку, потому что я постоянно с Никитой ходил, у Никиты была местная симка. И я помню, я тогда вообще жил без телефона, без компьютера. Ну, тогда я больше зависал, скажем так, в ноутбуке, там, в какие-то игры играл. Я просто, я помню, я так рано ложился спать, где-то в 8 утра, ой, в 8 утра, в 8 вечера. И просыпался где-то в 5-6 утра. Это вообще прям такой какой-то период был необычный. Я не снимал ни видео, ничего, просто настолько круто там было. Это вот север Таиланда. Там постоянно я пробовал новую еду. И вот, короче, поездка очень сильно запомнилась. Вот так. А сейчас, конечно, у меня поездки, они связаны уже там с телефонами. То есть без этого никак. Уже нужен интернет. Так вот. Но, короче, когда ты без интернета, без телефона, без всего, без этих соцсетей, это очень круто, я вам скажу. Ты настолько отдыхаешь. У тебя прям... Короче, это круто. Вот так. я хожу и смотрю все дома в одном цвете смотрите просто они их вот сейчас видно перекрашивают видите он был такой темный облезший но не что-то там по замазывали а сейчас они красят такие вот уже более светлые дона потому что вот этот дом ну короче вот они все в одном цвете видите стоят вот это единственно такие красноватые и дальше тоже вот эти в одном цвете стоят так мы зашли в кафешечку короче решили взять меню дня но здесь прям такие какие-то блюда очень классные попробуем мидии в каком-то винном соусе потом возьмем еще салат с морепродуктами и какой-то лосось с овощами вообще меню тут вот тут даже ничего переводить не надо тут на всех языках они приносят меню вот салаты почему 15 евро 13 евро ну это мы знаете решили уже так шикануть напоследок вот так мы дома в основном готовили итак первое что нам принесли смотрите это я заказал кита мидии винном соусе а еще заказал салат из морепродуктов если бы я знал я бы заказал два салата из морепродуктов короче салат с морепродуктом он тоже с мидиями идет еще и креветки зелень съел и 11 креветок вине даже посчитал обычно я могу за раз есть пару килограмм креветок ну понятно миссис ракушкой если взвешивать но что я понял короче 11 креветок вине лучше пойти купить пару килограмм и вино пить отдельно креветки отдельно а так вот я не понял этого блюда так ну ждем следующий и так следующее блюдо смотрите тунец с овощами давайте прием вот этим соусом какой тунец всем да ну что приятного аппетита и на завершение у нас десерт и кофе ну там где знаете как либо десерт либо кофе поскольку мы взяли два меню мы взяли и кофе и десерт было принято решение что это все съем я ну что мы уже готовимся к отъезду точнее мама готовится мы как бы ее морально поддерживаем сейчас тестируем этим 6 и 6 по полтора это сколько будет лег 6 по полтора 9 сейчас весы проверяем 9 и 5 вот я знаю они часто обманывают где-то на на пол килограмма в большую сторону поэтому когда у меня небольшой перевес я обычно не переживаю покажи свои весы как они выглядят это такие дорожные весы да да можно ставить килограммах можно какие еще единицы измерения сайт нет там какой-то да второе есть ну ты наверно не знаю не знаю ну вот так будем взвешивать сумку давай у него такая норма 20 килограмм до итак пробуем сколько показывает 26 короче там около 20 килограммов ну да прям можно сказать даже ровно да ну даже если 26 на самом деле мне ни разу не было в аэропорту чтобы мне кто-то что-то сказал да честно у меня даже было 21 там с копейкой ничего не говорили у меня по-моему тоже самое так было вот ну то есть не 26 даже не переживал вот с таким чемоданом ну короче на наверно на него еще надо было бы чехол взять ну уже ладно это мне кажется не надо надо да там тканевый смысл-то да просто чехлы рвутся если кто знает где чехлы классные скажите а то мы купили они все нормальные вроде как на самом деле сколько перелетов где-то 6 все рвутся да да порвался ну что у нас уже наступил вечер мы приехали в магазин сегодня сделаем знаете какой-то вот праздничный ужин я думаю что делать на ужин креветки у нас креветки есть он у меня есть замачки креветки вот хотя давайте сделаем креветки сегодня на ужин а не идем магазин надо что-то креветкам просто взять сейчас у нас пошел сезон апельсинов смотрите цена получается 79 центов за килограмм видно прям только эксплуатации свежие листики на апельсины тут очень вкусно вам скажу я на рынке брал но на рынке даже можно и подешевле взять пусть равно цена принципе такая вроде нормальная смотришь как овощи не пойму зачем эти эффекты просто это же дым от жидкого азота правильно идет я не знаю на не увлажняет но это как на сцене дымовые эффекты за да да просто ну по увлажнению увлажнение не туда или есть еще нет нет муж какое-то минимальное там идет ну лук принципе как есть завершить паренду красиво согласитесь но это красиво да а есть есть сориумно баклажанчик даже типа клада чик перед вами уже смотрите вспотел значит это увлажнение что мы все купили принципе мы тут забежали так быстренько магазин нам нужно было там много затариваться поэтому покупок сегодня я показывать не буду вот покажу креветку мы взяли курицу кумус потому что дети у нас короче вот не любит даша креветки а не не любит креветки так вот минералочку взяли ну что мы вернулись домой и сейчас я буду готовить креветки почему-то зрители подумали что они у меня закончились вот они еще есть еще где-то тут полтора килограмма да наверное закрываем сейчас мы быстренько бросим под воду смотрите детям я делаю курицу но мне никита сказал что я уже опозорился опозорился потому что я положил курицу не на раскаленную сковородку правильно да да получается что не будет не будет короче гремя еще папа говорил если раскаленное получается что мясо не соприкасается по сути ского со сковородкой с маслом она не впитывает масло понимаешь ну да а так она сейчас просто в себя берет его и все и впитывает вот что сейчас теперь будем делать я ее уже ну короче на дизлайк заработал ну ладно ну давайте лайк но авансом так сейчас креветки получается разморозится смотрите я их вот сюда вот залил водичкой сейчас буквально пару минуточек о вот процесс процесс жарки пошел не теперь может воды больше быть да потому что если ты зажариваешь она же запечатывается ну да внутри сок остается так ладно нет ничего страшного у тебя приветки коронное блюдо не нравится поэтому почистил чеснок сейчас будем удавливать на чеснокодавки мы пробуем фрукт который купили на базаре никита как он называется заполнивая как черри моя черри моя до чего и боя выглядит он вот так вот в разрезе и у него такие вот косточки очень честно мне настолько он понравился для нас или честно тут у меня деле фрукт номер один был и есть это манго вот это на втором месте стало представляешь прям реально черри моя черри моя очень понравился такой классный вкус какой-то ну да я просто дыни не люблю например ну дыня в этот раз не очень вкусная была на базаре я не пробовал даже а вот это прям так курица я уже перевернул и знаете так быстро делал поджарил и все уже без каких-либо скажем так да надо наоборот говорить это классная курочка обалденная и классический рецепт да я вот оливковое масло для киеветок использую я уже рецепты все рассказывал поэтому подробности мы когда не делал на пергаменте не нет вкусно просто не надо ни масло ничего юлия постоянно делали так короче говоря просто стерешь пергамент и кладешь курицу все ничего не надо ни масло ничего не добавляешь не получается что она реально это диетическое это как-то попробую сделать вас прикольно они продают даже специальные пергаменты бывает вот эти всякие специи налябраны уже в них и типа вот они там со специями на самом деле берешь обычный пергамент и если хочешь там посыпаешь перец соль то что тебе нравится классный вариант если прям реально хочется диетическое то я сразу прошу прощения за креветки я знаю что я уже надоелся но знаете сколько сегодня у нас скажем такой прощальный вечер я не мог их не приготовить ну это уже все креветки которые у меня были больше креветок нет это последние креветки больше креветок у меня нету поэтому наверное ближайшие пару видео креветок не будет вот ну что курица приготовилась следующее что мы делаем это макароны ну знаете сегодня такой простенький ужин вот креветки тоже запекаются мне очень понравились вот эти вот макароны такие закрученные они прям получаются гигантские ну короче вкусный пачка стоит примерно евро 10 сколько тут 500 грамм варить 16 минут никита готовит салат салат у нас из тунца зелень помидоры оливки и две в банке тунца ну что вот у нас прощальный ужин смотрите самом деле июля с никитой тоже уже скоро выезжают у нас прям будет такое расставание большое ближайшие дни дети уже так вам привыкли да вот такому дяди сейчас мама прочитает сказку дальше сани они уже попрощались и рано утром и просыпаемся и будем уезжать смотрите у меня есть два рисунка первый рисунок это рисунок они которая нарисовала подпись стамбул 2023 когда я был год и девять месяцев в принципе так совпало что они даже в одинаковых размерах это рисунок даши испания 2023 дальше шесть лет вот мы как бы подарим еще и вот эти рисунки на холсте ну что будем уже заканчивать это видео желаю всем счастья крепкого здоровья самое главное мира всего вам самого-самого лучшего спасибо что смотрите и подписывайтесь на канал если не подписаны всем пока